Минздрав сообщил о четвертом положительном результате теста на коронавирус 2019 НКОВИ, сейчас его официальное название SARS-CoV-2. Еще у двух пациентов предварительно положительные анализы. Минздрав пока не сообщает, в какой области выявлен четвертый случай. По предварительной информации НЛНР, четвертый пациент или пациентка находится в столичной инфекционной больнице. В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение, сообщает министерство. Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения. Таким образом, подтверждено четыре случая инфицирования. Еще два теста пациентов, относящихся к контакту первого уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ, отмечается в сообщении Минздрава. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно. Все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса. Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них, говорится в сообщении. По данным Министерства, всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала, Москов, на коронавирус лаборатория РНКЦ провела более 5000 тестов. Как рассказала Анлине родная из пациенток инфекционной больницы, четвертый случай заражения выявили в Минске. Об этом девушка услышала от врачей, они говорили, что четвертый положительный результат на коронавирус был у женщины, которая лежит в одном из корпусов больницы, отметила она. При этом сам Парса, с которым мы связались, говорит, что ничего не знает по этому поводу. Идет лечение, и мы только ждем и надеемся, чтобы все было хорошо, ответил Иранец. Если вас интересует другая информация, то должен вам сказать, что я ничего не знаю. Спасибо за ваше понимание. Ранее сообщалось, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова нарекли новорожденную дочь русским именем. Ее назвали Машей.